Здравствуйте, все зрители моего канала! Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Сегодня у меня две посылки. Одна вот такая вот кругленькая и вторая я ее уже распаковала и посмотрела. Давайте начнем, наверное, с этой. С распакованной. Так, где тут открывается? Это мне пришла наволочка. Это наволочка на подушечку размером 40 на 40. Это я не нахожусь, где она, если ее расклеить. Сейчас ничего. Наволочка шелковая. Вот такая вот она розовая. С надписью. А с обратной стороны она просто белая. Вот мне совершенно не нравится, что у них с одной стороны есть рисунок, с другой стороны она белая. Вторую наволочку заказываю, второй раз она вот такая вот. Здесь серединка черная, а везде она вот такая вот розовая в клеточку. И на этой вот надписи написано, если я правильно перевела, в смысле не я перевела, а перевел переводчик в Яндексе. Она верила, что она может. Так она и сделала. Что это означает? Ну, не знаю. Ну, вот такая вот наволочка. Здесь есть молния. Молния почти на всю длину одной стороны. В принципе, сделано очень хорошо. Никаких ниточек, ничего. Все аккуратненько. Молния работает тоже нормально. Так, нормально работает. Что-то я тут подцепила просто. Я просто подцепила саму наволочку. Вот такая вот наволочка мне пришла. Не знаю, зачем я ее заказала, но вот просто увидела, мне она понравилась. Надоели мои тигровые, решила что-то сменить. И посмотрим вот такую вот вторую посылочку. Какая-то она посылочка трубочкой. Тоже тут вот разрезала. Что-то тут везде. Везде какие-то наклейки. Так, достаем там. Очень хорошо упаковано. Для того, чтобы не разломалось, не разбилось. Ой, как много. И вот такой вот симпатичный. Только почему он без подставки? Как же он будет стоять? Так, сейчас я посмотрю, может быть, она осталась в пакете. Там вывалилась. Да, что-то там есть. Как будто как к дну мешочка приклеилась. Сейчас мы попробуем это рассмотреться или что-то. Или это просто. Так, поверяем, поверяем. И ничего не находим. Так, есть, ура! Вот такая вот подставочка. Почему-то она отвалилась. И вот такой вот симпатичный. Кто это? Может быть, это страус, а может быть, это фламинго. Кто как хочет. Вот такая вот красотулька. Я просила розовый. Розовый мне и прислали. Такого же фламинго я посылала одной своей подписчице в подарок. И тоже просила, чтобы послали ей розовенького. Но она получила раньше меня. И написала мне, что прислали ей салатового. Вот так вот. В общем, я когда обращалась к продавцу, продавец написал, как получится, так и положим. Но я очень рада, что все-таки мне попался розовый. Если вам понравилась эта вот такая вот красота, то я вам ссылочку под видео обязательно оставлю. Сейчас я посмотрю, как она будет писать. Пишет очень тоненько. Похоже, как гелевая чернила. Но главное, что пишет и очень хорошо пишет. И сама ручка очень-очень тоненькая. Но такая тонюсенькая-тонюсенькая. Но сам по себе вот этот вот зверь очень такой вот симпатичный. Здесь он такой вот плотненький. Такой шаричек какой-то стоит. И перышки сделаны как блесточки какие. Как это сказать? Как на новогодние елки мишура. Вот такой вот он интересный. И вместо хвоста перо. Носик пластмассовый, глазки пластмассовые. В общем, и подставочка вот так вот он. Ставится в подставочку. Не он, а она. В принципе, это же ручка. Но я просто как страус говорю, поэтому говорю, что это он. Вот такая вот симпатяшка мне пришла. Вот и все, мои дорогие. С вами была Галина.